Добрый день, дорогие мои! С вами, как всегда, Алкобарт. И, конечно же, мы будем что-то пить, а заодно об этом обязательно поговорим. Белорусский образец от компании Сибры. Насколько я знаю, их есть три варианта. Ну, короче, тут нарисован медведик. Есть еще кто-то и еще кто-то. Кто, я не помню. Wild Legend, ну, типа дикая легенда. Ни хрена себе. Ну и тут вообще что-то все на английском написано, а мы таким языкам не приучены, поэтому будем читать сзади. Натуральная, аутентичная водка. Вкус настоящей свободы. Вкус свободы от кого? От семьи, от здравого смысла. Ну, ладно. Уникальная, изысканная водка. Почему уникальная? Из самого сердца Беларуси. Созданная с чистой водой и отличного зернового спирта. Предположим. Дальше идет состав. Состав я уже себе тут скинул. Вот он. Вода питьевая подготовленная. Логично. Спирт из пищевого сырья Альфа Премиум. Сахар. Спирт ароматный имбиря. Спирт ароматный корки апельсина. Экстракт клубники и лимонная кислота. Имбирь, корка апельсина, клубника. По-моему, это называется сочетать несочетаемое. Или я что-то немного не так понимаю. Но да ладно. Что такое Альфа Премиум? Меня это очень заинтересовало. Но производитель не сказал мне, где производится данный спирт, ссылаясь на то, что эта информация закрытая. Я ни хрена не понял, где в этом логика. Абсолютно серьезно. Может быть, именно поэтому я на него обиделся и это дело записываю. Но реально, вот единственный у меня был вопрос. Расскажите, что такое Альфа Премиум? Мне сказали, спирт по качеству лучше Альфа. Ну, не ГОСТ, это ТУ. Ну, ладно. По качеству выше Альфа. Все классно. Все. Я говорю, кто производит? Не скажем. Ну, вы что, сибры? Ну, я понимаю, что кукола Гомеля там вблизи поселка Юбилейный. Все это, конечно, производится, но не до такой же степени. Где тут сердце Беларуси? Гомель, что ли? Ладно. Фиг с ним. Не будем наезжать, будем открывать. Так, вот как ее открывать? Науке, простите, неизвестно. Я подозреваю, что, естественно, залеплено акцизом по старой белорусской традиции. Вот чисто вот посмотреть, так ли оно. Ай, слушайте, что извращаться? Все. Ну, так себе. Странно. Реально странно. Мне кажется, что я чувствую и имбирь, и корку апельсина, и даже клубнику, которая здесь меньше всего. Но реально я не понимаю другого. Ребята, если у вас спирт, который альфа-премиум, который выше альфа по качеству, на кой хрен вы сюда добавили корку апельсина, имбирь и вышеупомянутую клубничку? Зачем? Может, вы бы сделали прекрасную водку? То есть, что-то здесь не то. Мне интересен тогда вопрос. Почему на таком прекрасном спирте вы делаете практически особую водку? И, наверное, я вообще не понимаю, почему она не особая водка. Потому что... А, водка особая, все, нормально. Это я тупанул, да. И водка особая. Тогда все становится на свои места. Опять же, повторяю свой вопрос. Если у вас такой классный спирт, причем настолько классный, что вы даже боитесь сдать его производителя, почему вы не делаете чистую водку? Ладно. Ну, на основе смысла этого спирта. Запаха много. Запаха разного. Знаете, что мне это напоминает? Я вам скажу. У меня не так давно был первак авторский. Он тоже довольно там интересно можно по запаху поймать. Умножаем эти запахи на 5 и получаем вот это. Ну, примерно. Вот для себя даже, чтобы понять интенсивность, скажем так. Лайфхак. Если заранее дать собаке палку, она не лезет в кадр. Закусим. Мяско жареное. Сегодня жена приехала, сегодня жареное мяско. Ну и сыр. Сплетени тоже жена привезла. За что я отдельное спасибо. Вообще, вот вы знаете, мне, как всегда, интересна целевая аудитория. И в данном случае я ее понять уже даже могу почти. Здрасте, все-таки пришла. Дело вот в чем. Довольно интересная этикетка. Хоть, конечно, и много всего налеплено, но мишка прикольный. Мишка прикольный. Уйди, животное. Для мужицкой компании эта водка стопроцентно не пойдет. Тут без вариантов. Потому что суровые мужики учуют вот эту вашу клубничку и прочее. И почувствуют, что их немножко налюбили, так сказать. Поэтому нет. Девочковый вариант тоже нет. У нее довольно серьезное жжение. Ну, довольно сильное. Не долгое, но сильное. Это вариант подростково-молодежный. То есть это вот из серии 18+, но плюс недалеко. Это вот студенческий такой, знаете, когда хочется что-то бухнуть, но так, чтобы хоть с каким-то привкусом было, чтобы почувствовать себя как-то вот возвысившимся над всем этим бренным миром. Вот, наверное, да. Ну, сейчас проверю свои слова. Да, это однозначно не водка для мужской компании. Если вот такое взять с собой на рыбалку, то мужики вам морду могут набить. Серьезно. Причем не из-за того, что водка, она неплохая. Из-за вот этого вот привкуса. Это именно молодежка. Это реально именно молодежка. Знаете, как многие рассказывают, спаивают у нас молодежь, нам и так далее. Нет, не спаивают. Но это именно как раз для молодежного сегмента. Я не думаю, что кому-то 25+, она понравится. Вот так, чтобы откровенно понравиться. Она неплохая. Но пить ее в количестве, я не понимаю, как это делать. Точнее, я не понимаю, зачем это делать. Когда можно взять более чистый продукт. Очень симпатично. Ну, в принципе, симпатично. Оформлено как очень. Даже немножко повозились с формой этикетки. Медведь, с моей точки зрения, излишне золотой. Но я золото не люблю, имею право. Даже контур-этикетка, в принципе, читабельна. Вот на что я уже всегда наезжаю на всех. Но, в принципе, это читабельно. То есть, все предпосылки к тому, чтобы быть хорошей, нормальной водкой. Но клубничка, имбирь и, прости господи, мандарин. Или кто там. Вот эти добавки просто на корню убивают все. Вот просто на корню убивают все. То есть, да, в студенческой общаге. Если кто такое занесет, это будет просто волшебно. А если еще кто найдет вместо пластикового стаканчика коньячный бокал, то он вообще пойдет по рукам. Все будут просто принюхиваться хотя бы. Но когда пьешь, вот эти все добавки, как я их называю, присадки, они все чувствуются. И это не вызывает должной радости, которая должна была бы быть, наверное, с точки зрения завода. Ну, вот как-то так. При этом из коньячного пахнет мягко. Обилие всего чувствуется, но пахнет мягко. Нет вот этой водочной спиртозности. Спирт вообще не чувствуется. Он не бьет в нос. У него все хорошо здесь. То есть, все прекрасно. Ее не хочется сразу закусить. И в связи с этим, опять же, тот же вопрос, который я уже поднимал. Есть ли у вас такой классный спирт? Вопрос один. Почему вы боитесь сдать, кто его делает? Вопрос два. Почему вы не делаете на нем чистую классическую водку? Может, это был бы прорыв? Может, вы бы на ней как раз и подняли бы неплохо. Но вот в чем дело? Я же не верю, что вы ее не делали. Это значит, вы делали. И комиссии что-то не понравилось. Дегустаторы попробовали и сказали, нет. Давайте делать цветную. Скорее всего, было именно так. Так, значит, что-то по арганолептике. Мне, понимаете, мне сейчас хочется найти запах спирта. Я его практически не ловлю. Он слабый-слабый, он еле заметен. Но перебивают вот эти вот, блин, добавки. Не зря же вы их туда клали. Что? Что с этим спиртом не так? Да все, и входит хорошо, и нормально. Ну, да, чуть-чуть Женя, но оно вот уже прошло. Но, блин, вы понимаете, ушло Женя, и у меня осталась клубника. Ну, зачем? Ну, кто клубнику пихает в водку? Нет. Умом, как говорится, Россию не понять, и Беларусь, походу, тоже. Мои итоги. Молодежка для тусовочной компании, студенческое общение. Никаких посиделок с серьезными мужиками с этим делать нельзя. Без вариантов. Хотя, в принципе, все хорошо. За исключением вот этого послевкусия, блин, клубнично, имбирно, мандаринового или какого там. Ну, вот сейчас вот еще вот найду. Ребят, ну, спирт-то в ней не чувствуется практически. Я понимаю, что он есть, но она мягкая. Она мягкая. Все. Нахрена вы туда кинули? Добавок. Что не так с вашим Альфа-премиум? Или что-то у вас не так с водой было, как вариант? Ну, в принципе, в это я тоже не верю. Ни на одном, как говорится, заводе был. И знаю, как это все производится. Значит, какая-то проблема с органолептикой. Других вариантов у меня, наверное, просто нет. Ладно. Странно получается. Но за вас, дорогие мои, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. За то, что ждет следующих видео, выходящих с пугающей периодичностью. Из-за, наверное, вот этот эксперимент, который с моей точки зрения и удался, и не удался. На вопрос, возьму ли я ее еще. Вы знаете, наверное, да, и это будет для гостей, для знакомых, скажем так, для дегустации. А попробую вот это и скажу, что это. Вот так. Только, наверное, в таком контексте. Просто, чтобы пить для себя, нет, я ее больше брать не буду. И на этой радостной ноте всем пока. И до следующих видео.